Почитал ваши отзывы, не все сразу так дается, как вот хотелось, думалось, что надо что-то поменять, что-то изменить. Думалось и так узнают. А тут видите, технологию интернета надо учитывать, прежде чем вообще узнать, что Малахов про это. Это Геннадий Малахов, который тут написал книжки. А пока набирается просто Малахов. Не Геннадий, а Малахов. Что я хочу сказать. Ну, там кто-то бросил мне ссылку, что вот люди, сейчас некоторые люди, как бы сказать, ну, начал с обычных процедур, там, очищение кишечники, изменение питания, перестроили свои клетки и уже будут жить вечно. Я ответил, не будут жить вечно. Вот когда они проживут вечно, тогда пускай и скажут, что мы живем вечно. А второе, вернее, главный вопрос, а для чего вечно жить на Матушке-Земле? Мы и так вечно живем. Цикл рождения, жизнь, смерть, посмертное существование, новое рождение. Поэтому, как некто заметил, вот появились там целители, которые так завлекают к себе, чтобы, грубо говоря, денежки стружить. Вот. И мне вспоминается, где-то, это 2000-2001 год, поездка в Германию, где я пробыл месяц. И там я общался, давал советы, рекомендации, начиная от, вообще там приходили, просили рекомендации, начиная с грудного возраста давать и заканчивая уже стариками. То есть весь этот спектр. И по большому, и по малому счету. Конечно, я могу там и керосин выпить, и я как-то на одной из передач Малахов плюс ложку дегтя выпил. Многим показалось, как рядом стоящий человек говорит, я думал, что он это нарочно что-то сделал, что это не деготь. Но запах показалось, что это деготь он выпил. Проклова Лена, там мне под затыльника дала, чтобы я это не делал. Хорошо перетрухнула. На Украине, когда была передача Доброго Здоровьяца, там я пил змеиный яд. Змеиный яд разбавляли, значит, водки там и, ну, несколько капель и пили. Конечно, можно, будем говорить, делать и то, и другое, возможно, я и буду делать и то, и другое, если не надоест. Он мне все это делает, потому что интересно у меня много, я все говорю, что музыкой пытаюсь заняться. Собаку там вам, песню клип, клип целый сделал, и причем давно я его сделал. Вот. И последнее видео про радость, про другие вещи, ну, вообще мало кто смотрит. А будем говорить из всего, что, так сказать, вот, что я прошу. Вот это как раз радость возникает из осознания того, что ты единая частица в целом. И если ты правильно живешь, то действительно ты вот находишься в этом жизненном потоке, испытываешь радость, которая тебя исцеляет. То есть это лучшее средство исцеления от разного рода недугов, которые есть. Что касается травок там было, я решил написать свой собственный травник. То есть я беру одну траву капитально, там ее так со всех сторон изучаю, потом уже делаю статью. Ну, в газетах, кто будет заходить на мой сайт, тот найдет мой травник, раздел. Думаю, этот раздел продолжить, как статьи продолжить. Заговор народное достояние. Ну, пока вот я сейчас плотно занимаюсь интернетом и, как бы сказать, мои старания замечены. Вот. Ну, вот этот год, я думаю, еще позаниматься плотно. Вот что касается, допустим, видео, которое я делаю. Ну, вот примерно вы как скажете тематику, кого, что там интересует. Ну, я примерно ту тематику делаю. Ну, и плюс там по каким-то там заболеваниям, там еще отдельно. А в целом, я так скажу, никаких вот специальных каких-то рецептов, направлений и методов по лечению конкретного заболевания его и не должно быть. Потому что все начинается с того, естественно, все начинается с головы, дальше уже спускается на физиологию. И что надо сделать? Как мой хороший знакомый говорит, сначала надо голову поправить, мозги, чтобы они нормально работали. А потом надо просто-напросто нормализовать работу организма. Прежде всего, очистить то, и чтобы клетки получили то, что надо восстановить, среду, которая поддерживает здоровье. Все. И, грубо говоря, 99% отпадает сами собой. Потому что их условия существования, это, прежде всего, в голове бардак, который спускается на уровень физиологии, на телесном уровне создает вот это вот болото. И в этом болоте, как комары, лягушки и прочее, там эти, процветают различные заболевания. Как только мы на воем порядок, так все это становится ясным. Ну, и такая вот мысль очень простая, изложена в книгах, там, целительной силой, более лучше. Я их несколько раз, будем говорить, как бы совершенствовался. В основах здоровья. Как это сделать? Вообще, как работать? Не с генома начинать этого, с генома что-то. Вот как мне скажут, этот геном меня, знаете, аж все переворачивает. Что они хотят с генома получить, я даже не знаю, какие там лекарства. Вот перед вами сидит человек, я, вы, там, так далее. Через который проходит поток информации. Они должны пройти и тут ничего не вызвать. Энергии пройти и ничего не вызвать. Они должны нас питать. И, наконец-таки, материи должны, будем говорить, поддерживать наше тело. То есть, вот эти вот потоки, там я разобрал в основах здоровья, какие потоки я считаю, там можно их немножко подкорректировать. Но, тем не менее, вот. И работая с этими потоками, мы, знаете, добиваемся либо здоровья, либо болезни. Возникло у нас от потока информационного в сознании разного рода эмоции, разного рода настроения, разного рода аффекты, эффекты, депрессии и прочие там такие вещи, типа зажимов, которые начинают спускаться на телесный уровень в виде там спазмов, в виде там подъема, спазмы приводят к давлению, спазмы приводят к тому, что что-то там у нас кровью снабжается, а что-то нет. И так далее, и так далее. То есть, вот вам уже общая, универсальная схема, которая уже дальше создает, значит, расковообращение там где-то нарушилась, циркуляция нарушилась из-за этого. Уже туда гормоны не поступают, уже туда, как регуляторы, уже не поступает питательное вещество, уже образуется застой, уже образуется среда, которая отлично от организма клеп, клетки начинают задыхаться. Вот эта вот грязь способствует тому, что привлекает соответствующие микроорганизмы, которые начинают там размножаться. Поэтому, что гнать паразитов до бесконечности? Они сами разбегутся, а их столько, сколько надо для нормальной жизнедеятельности, значит, останется. Все выгнать просто невозможно. Потому что, будем говорить, микробы, грибки, там, вирусы, ну и более крупные эти самые, постоянно к нам попадают в организм. Так вот, если создана среда, они зацепятся, разовьются. Если не создана среда, значит, ничего не будет. Будем здоровы и жизнерадостны. Вот, так что, конечно, вот то, что я прошел и уже там изложил в этих книгах, меня не так интересует, как те вещи, которые открываются по новой. Это, будем говорить, работа в первую очередь даже не со своим сознанием. Я уже это прошел, я уже понял, как она работает, как она образуется вначале. Далее, как она работает, как с ним надо работать, на что обращать внимание, как она проявляется, где что и как себя контролирует. То есть, уже это я прошел. Не надо мне там психологию говорить или еще. Я уже вот эти вот книги не читаю, потому что то, что я уже прошел, а эти люди, не пройдя подобного, пытаются что-то там излагать и так далее. И только раз, вот уже, подходит к совсем иным пластам знания, которые открывают, ну, будем говорить, вот, я даже не сказал, что открывают совершенство, могущество, которое открывает мироздание, как своего рода прекрасно отлаженный механизм, в котором ты выполняешь свою, свою миссию особую, из-за которой тебя и держат. И если ты в ней исполняешь, то тебя, естественно, уберут.